В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о основных событиях. В Видном на территории Видновской районной клинической больницы открылся центр дистанциализации. Это очень удобно. Это в один день ты приходишь и сразу проходишь за короткое время. Родители старшеклассников сдали пробный единый государственный экзамен. Знания всплывают, если они есть. Поэтому время еще есть, надо стремиться как можно больше этих знаний получить. В Ленинском городском округе выбрали «Рыцаря года». Все готовились, все рыцари, все друг другу помогали. Центр дистанциализации на более чем 60 посещений в смену распахнул свои двери для посетителей. Его возвели в рамках областного проекта «Здоровье Подмосковью» на территории Видновской районной клинической больницы. Теперь, чтобы пройти дистанциализацию, не нужно бегать по этажам в поликлинике и сидеть в очередях рядом с чихающими и кашляющими пациентами. Всех необходимых специалистов и обследования можно пройти в новом модуле отделения профилактики, построенном на территории Видновской районной клинической больницы. Модуль рассчитан на 60 посещений в смену. Мы будем работать в две смены. Здесь все необходимые специалисты и оборудование совершенно новое, современное, которое необходимо как раз-таки для проведения профилактических осмотров. Центр диспансеризации возвели в рамках пилотного областного проекта «Здоровье Подмосковью» всего за шесть месяцев. Аналогичные модули появились также в Одинцово и Домодедово. В торжественном открытии отделения в Видном приняли участие заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова, советник главы муниципалитета Моисей Шимаилов и депутат Совета депутатов Ирина Архангельская. Жители рады. Администрации, конечно, очень приятно, что это случилось. Строилось здание быстро, строилось качественно. Приезжали мы сюда регулярно, смотрели, как двигается строительство, а оборудование завезли очень быстро. В общем, сегодня начинаем работать. На площади 500 квадратных метров есть все необходимое для проведения первого и второго этапов диспансеризации. Проведение флюорографии, маммографии, ЭКГ, спирометрии, антропометрии. А дальше уже, если будут выявляться какие-то изменения и в анализах, и в исследованиях, то тогда проводится второй этап. Также здесь можно будет сделать УЗИ, ЭКГ и энцефалографию, пройти гинеколога. Для посетителей с детьми есть комната матери и ребенка. Каждый пациент в начале диспансеризации получит маршрутный лист, по которому без очередей сможет пройти необходимый объем обследований. Это очень удобно. Это в один день ты приходишь и сразу проходишь за короткое время. Если это люди работающие, вдвойне удобнее, потому что они не тратят много времени в очередях, которые в поликлинике, к разным специалистам. Это хороший подарок, наверное, всем жителям. Тут и кардиограмму можно, и флюорографию. Ну, разве это же... Ну, когда все хорошо, народ-то только всеми руками за. В новом отделении профилактики диспансеризацию всего за два часа смогут пройти более 60 человек в смену. Для того, чтобы пройти диспансеризацию и профилактический осмотр, необходимо предварительно записаться через единый колл-центр губернатора 122 или через портал mosrek.ru. Если возникают проблемы с записью, можно непосредственно сюда обратиться в модуль. Мы не откажем, запишем и поможем пройти диспансеризацию. Также здесь можно будет оформить все необходимые справки для получения водительского удостоверения и разрешения на владение оружием. А также пройти медицинское освидетельствование иностранным гражданам для получения гражданства. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Осторожно, поезд на платформе Расторгуева прошел очередной рейд по снижению травматизма на железной дороге. Подробности в нашем следующем сюжете. Раннее утро, когда на станции многолюдно сотрудники администрации муниципалитета совместно с полицией и представителями пассажирской инспекции вышли в очередной рейд, чтобы еще раз напомнить, что находиться на железнодорожных путях опасно для жизни. Спешка, а еще безбилетный проезд нередко толкают пассажиров на обходные пути прямо по рельсам. И такая сомнительная экономия времени и денег на самом деле стоят очень дорого и приводит к неутешительной статистике. Один человек травмирован смертельно. Одна смерть произошла на станции Калинина. И два случая несмертельного травмирования несовершеннолетних. Это один случай на станции Калинина зацепило поездом. И второй случай на перегоне между станцией Болтниковская и станцией Расторгуева. За время проведения рейда остановили 10 человек. И это всего лишь за 20 минут. В минусах ситуации и низкие штрафы для пассажиров, находящихся на ЖД путях. 100 рублей никого не останавливают. Часто в числе нарушителей оказываются и несовершеннолетние. Несовершеннолетние прыгают, тихо, 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 малины, умеют. Мы нарушили статью 11.145. И мы их пересекаем, если видим, то, естественно, мы их доставляем в отделение по делам несовершеннолетних на станции Москва-Повелецкая. То есть данному гражданину, которого сегодня мы задержали, ему 17 лет. То есть на данного гражданина будет составлен протокол по статье 11.1, часть 5. И полностью материал передается в КДН по делам несовершеннолетних. И теперь родителям молодого человека придется приехать на станцию Москва-Повелецкая, чтобы забрать сына. Настроение испорчено на весь день. Но главный урок усвоен. Поругали, но сейчас приедет, еще сильнее будет ругать. В дальнейшем в таком ситуации я больше это делать не буду. Это было первый и последний раз. Рейды, направленные на снижение травматизма на железной дороге, будут и дальше проходить на регулярной основе. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В минувшие выходные в Ленинском городском округе состоялась сдача пробного единого государственного экзамена родителями старшеклассников. Мама и папа имели возможность самостоятельно пройти через все этапы ОГЭ и ЕГЭ, чтобы правильно подготовить своих детей к этому важному для выпускников моменту. О результатах и впечатлениях расскажет Юлия Пагасьян. По мнению экспертов, в образовательном процессе участвуют три стороны – ребенок, педагог и родители. Все старшие классы ученика школа готовит к сдаче единого государственного экзамена, без которого поступить в высшее образовательное учреждение просто невозможно. Это одновременно выпускной экзамен из школы и вступительный в институт. Цель сегодняшнего мероприятия – это показать родителям экзамен изнутри, чтобы потом каждый родитель смог найти те нужные и правильные слова для своего ребенка и поддержать его, и приободрить, и настроить, снять излишнюю тревожность и волнение, чтобы они не стали препятствием на пути к успешной сдаче экзамена. Ведь удачный исход выпускного экзамена – это не только системная подготовка знаний, но и психологический настрой, который зачастую играет наиважнейшую роль. В этот раз пробные ЕГЭ и ОГЭ проходили в 14 образовательных учреждениях Ленинского городского округа. Среди участников и заместитель главы администрации Лариса Калмогорова. 11-ю видновскую школу она посетила в качестве мамы-выпускницы. На самом деле мы готовимся, но все-таки это экзамен, и прежде всего, наверное, может возникнуть и волнение, может возникнуть нервозность, даже паника какая-то. Поэтому мне захотелось сегодня самой пройти все этапы этого ЕГЭ, ну и потом, конечно, оказать поддержку своему ребенку, да, и рассказать, как это все происходит, чтобы она так сильно не волновалась. Сегодня родители сдавали экзамен по русскому языку. В тесте ряд вопросов по грамматике и сочинение на тему «Творческая личность». В этом году выпускников ожидает нововведение. Отныне сканирование результатов будет проходить непосредственно в аудитории. До этого экзаменационные листы для проверки доставлялись в единый штаб. Седьмой раз сегодня пишу ЕГЭ для родителей. Вот за это время сдавала русский язык, сдавала историю, общество знаний, математику. Могу сказать, что из всех предметов мне сложнее всего дался экзамен по математике. И еще в связи с этим хочу сказать ребятам. Вот испытана на себе. Знания всплывают, если они есть. Поэтому время еще есть, надо стремиться как можно больше этих знаний получить. На сдачу экзамена родителям дается один час. Многие заканчивают его раньше. Говорят, если исключить волнение, то ответы приходят сами собой. Чуть больше внимательности и все получится. В этом убедился и депутат Павел Русаков. Да, это работает однозначно. Поэтому я считаю, это все очень продуктивно, это нужно. И нужно повторять этот опыт из раза в раз. Основной единый государственный экзамен по русскому языку выпускникам предстоит сдать 29 мая. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого. Праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры, прошло в ДК «Буревестник». Со сцены прозвучало много теплых слов и поздравлений в адрес представителей творческих профессий. Лучшим сотрудникам были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Подробнее расскажет Наталья Буслаева. День работника культуры – это единственный праздник в году, который организуется именно в честь всех представителей творческих профессий. Ведь остальные торжества у них почти всегда рабочие. Мы имеем огромную армию работников культуры. Это вас, благодаря которым мы проводим и реализуем многие проекты, репетируем, учим, создаем, что-то делаем, спектакли, концерт и так далее. А ведь вся эта работа как раз доказывает, что вы нужны и показывает, как надо помогать. Праздничное мероприятие прошло в Доме культуры «Буревестник». Почетными грамотами и благодарственными письмами от администрации и Совета депутатов округа были отмечены сотрудники культурно-досуговых центров, библиотек и детских школ искусств. Несите вот такой же позитив. Вы такие талантливые. Ну, не могу просто сказать, какие только хорошие. Несите такое свое искусство и культуру в массы. На территории муниципалитета работают более 10 культурно-досуговых учреждений, в которых трудится около 500 специалистов. Счастье, здоровье, сил, энергии, красоты и гармонии. Хочу пожелать, чтобы они всегда были интересными, чтобы радовали зрителей замечательными постановками, восхищали эмоциями и дарили праздник нашим жителям Ленинского округа. Многие считают, что работа этих людей – одни сплошные праздники. Но за всеми этими яркими и красочными мероприятиями, которые они организуют, стоит огромный труд. Праздник культуры очень важен для всего нашего народа и от мала до велика, собственно говоря. Если не будет культуры, не будет, наверное, страны. Поэтому я хочу всех поздравить причастных к этому празднику, отметить высокий уровень подготовки этого мероприятия. Очень приятно, на самом деле, когда нас поздравляют. Очень приятно получать такие награды. И я, знаете, рада даже, что не просто так, наверное, это все делаю, и что мою работу видят, и что самое главное – ценят. Заведующая Расторгуевской библиотекой Татьяна Пономарева несколько лет работала учителем в школе. И благодаря ее преподавательскому опыту учреждения славятся увлекательными мастер-классами для детей и взрослых. Рада этому выбору, потому что, в принципе, те навыки, которые я приобрела в школе, они остаются. А вот новое и интересное добавляется и радует. Музыкальные и танцевальные коллективы округа подарили своим коллегам зажигательные номера и праздничное настроение. Тем самым вдохновили на новые идеи. Одним из самых заметных событий весны в Ленинском городском округе стал ежегодный конкурс «Рыцарь года». Он проводится среди образовательных учреждений муниципалитета с 1996 года. И за это время превратился в настоящее красочное шоу. О нынешнем расскажет наш корреспондент Максим Козлов. Разогреваться публика начала еще до начала основной части. Благо, конкурс «Рыцарь года» – это шоу, в котором, помимо школьных, участвуют творческие коллективы Ленинского округа. Впереди три состязания. После подведения итогов будет вручен титул «Рыцаря». Я желаю успехов в жизни и стремления сохранить то, с каким упорством вы двигались по этапам данного конкурса. Бороться, искать, найти и не сдаваться. Поздравляю, ребята! Лишь четыре представителя учебных заведений округа вышли в финал после отборочных этапов, прошедших в школах. Первый конкурс – домашнее задание. Тема нынешнего года – «Мой герой». Ребята смогли показать настоящий фейерверк в воплощении творческих идей. Все готовились, все рыцари, все друг другу помогали, все готовы. Будем выкладываться на полную. Конечно, присутствует волнение, но, в принципе, большая честь открывать мероприятие. И я очень рад, что она выпала именно мне. Два месяца школьные коллективы готовили домашние задания. Всего на сцене в номерах приняло участие более двухсот человек. И, несмотря на то, что это состязание, все ребята понимали – они вместе делают одно большое дело. Это больше сотрудничество, мне кажется. Кажется, как раз вот в этот момент школы объединяются и делают что-то общее. И за счет вот этого общего есть конкуренция. И это не то, чтобы борьба. Ну, просто это единое какое-то сплочение команд. Следующий музыкально-интерактивный конкурс не столь зрелищный, но тоже важный. Как показывает практика прошлых лет, победить можно с перевесом всего в одно очко. Сначала ребятам требовалось представить инсценировку одной из популярных песен. Мы помчимся, нам и не буду ранен. И отчаянно порвемся прямо в снежную зарю. Во второй части конкурса команда уже не помогала. Тут было необходимо рассказать о себе и ответить на вопросы по ОБЖ и истории родного края. Какие самые древние села на территории нашего округа? Беседы, острова, Ермолина, Болукова. Как показывает практика, самый сложный конкурс третий, военно-спортивный. В нем ребятам необходимо было пройти четыре испытания. Сборка-разборка автомата, полоса препятствий, переход через условное болото и лазерный тир. Для меня оно имеет большое значение, потому что я хотел бы попробовать свои силы в этом мероприятии. И если уж мне довелось участвовать, то я буду выкладываться на сто процентов. Если оценки по двум первым состязаниям судьи показывали сразу, то для того, чтобы распределить очки третьего конкурса и в итоге определить обладателя звания «Рыцарь года», судьи удалились в совещательную комнату. Естественно, Георгий восьмерка, поскольку два попал, но провалился на автомате. Маркин, три балла ему восьмерка, но он провалился в тире. Никита здесь был звездой. Звездой, совершенно верно. Да, остальные не звездой. И вот, наконец, на сцене выстраиваются финалисты и их родители. Ведь это и их праздник тоже. Наступает торжественная минута. Матвей Долотов, представитель Видновской школы номер пять, стал обладателем титула «Рыцарь года». И он не скрывает, его победа – это победа всего учебного заведения. Поддержка – это всегда крылья артиста. Если бы сейчас не был зал наполнен моими любимыми коллегами по школе, то, мне кажется, я бы не сделал того, что я сделал сейчас на сцене. И они все большие молодцы. Наша большая команда лучше всех. С января мы каждый день усердно готовились для того, чтобы показать и стать самыми лучшими. Еще один праздник молодости и творчества подошел к концу. И слезы на глазах болельщиков – главное подтверждение того, что эти мальчишки и девчонки отлично знают, что такое настоящая дружба и воля к победе. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова